добрый день друзья это пока еще вы а это пока еще с вами я пока еще с вами арлтан басхаев и вот сегодня я хотел поговорить о некоторых явлениях в современной истории давайте назовем его штыгашизм мне уже тут звонили солисты и в разговоре вот эта вот фраза прозвучала и штыгаши в смысле не говори всякой ерунды но надо сказать что штыгашизм к сожалению все больше процветает в умах и сознаниях людей ну сначала давайте поговорим о штыгашове и его печально знаменитой речи в парламенте республики хакасия которая подняла настоящую бурю в просторах интернет кто этот гражданин в самом начале своей биографии он немножко проработал рабочим потом стал оперуполномоченный милиции работал в прокуратуре потом перешел в комсомол и стал двигаться уже дальше по партийной линии был парт номенклатурщиком различных уровней а потом стал народным депутатом знаете раньше была такая профессия профессиональный революционер люди которые боролись за счастье народа и поставили это сделали это своей профессии вот часть так есть такая категория людей которые сделали свою профессию профессии народный депутат то есть эти люди давно уже забыли как живет простой народ чем он дышит что его заботят однако на различных уровнях органов власти они якобы отстаивают интересы простых людей и вот этот человек высказал фальсифицированные данные оскорбив память тысяч наших земляков погибших в период великой отечественной войны на фронтах в депортации в широк лаги однако заметьте что вот эти вот обвинения из его уст лжеобвинения прозвучали на заседании верховного парламента хакасии во время официального выступления а так называемые извинения он принес фактически кулуарно в каком-то коридорчике невнятно что-то промолвив где фактически конечно извинений нет самое печальное что скорее всего все ему сойдет с рук все останется даже может быть если его снимут со спикера верховного хурала он продолжит получать неплохую пенсию и будет искренне удивлен почему с ним так несправедливо обошлись и будет также еще больше наверное люто ненавидеть калмыков и весь калмыцкий народ кроме публичного извинения с трибуны в том же самом зале где прозвучали уже обвинения в адрес калмыков мне кажется нужно требовать возбуждение уголовного дела против этого человека а также требовать лишения его государственных наград между прочим человек имеет орден за услуги перед этичеством и внимание орден дружбы народов орден дружбы вот это вот его высказывание конечно очень идет на выступление его очень идет на пользу дружеских отношений внутри российской федерации кроме того удивляет вялая реакция властей с обоих сторон со стороны власти республики калмыкия прозвучали какие-то невнятные требования к извинениям однако самое страшное что видео выступление вот этого человека оно разошлось по интернету его разнесли различные средства массовой информации то что теперь калмыки пытаются показать действительно героические страницы своей истории очень часто теряется на фоне уже разошедшейся волны голословных обвинений я специально не отключаю комментарии под своими видео на ю тубе и вот там звучат такие что что вы притворяетесь белыми и пушистыми если вас выслали значит было за что то есть у определенной части населения вот этот что гашизом он вызывает понимание и поддержку что самое печальное и страшное кроме того удивляет полное молчание со стороны ученых первую очередь калмыцкого государственного университета потому что вот этот вот человек высказавшийся столь невежественно в отношении калмыцкого народа является внимание почетным профессором хакасского государственного университета и мне кажется со стороны нашего калмыцкого государственного университета со стороны его ректората должно быть жесткое максимально жесткое требование лишить этого человека вот этого почетного звания потому что человек так искажающий историю просто не может быть ученым и носить такое высокое звание заслуженного почетного профессора удивляет отношения официальных органов и республики хакасия все многие наверное видели ролик в ю тубе когда группа молодых людей представляющих землячество калмыков в москве пришли в представительство хакасии с вполне законным желанием поддать петицию в адрес органа власти республики хакасия для разбирательства этого вопиющего случая их просто в паспредство не пустили охранник буквально забаррикадировался с ними разговаривала по телефону молодая девочка которая говорила я тут работаю в представительстве всего два дня я вообще не из хакасии я ничего не знаю я вам помочь ничем не могу то есть никто из сотрудников паспредства почему-то не то что там пригласить в кабинет поговорить принять бумаги даже не вышел к ним навстречу чтобы обсудить вот этот вот вопиющий поступок председателя парламента республики хакасия к сожалению вот этот штыгашизм в умах и сознаниях определенной части россиян будет скорее всего процветать развиваться потому что мы знаем что архивы по великой отечественной войне закрыты еще на 30 лет то есть их еще в течение 30 лет полностью не будут рассекречивать кроме того падает уровень вообще исторической науки ну возьмем к примеру наш калмыцкий государственный университет когда я поступал на истфак конкурс у нас был 6-8 человек на место на истфаке сейчас же к сожалению конкурса практически туда нет лучшие люди ученики окончившие школы с высокими баллами по ЕГЭ уезжают в вузы Москвы и Санкт-Петербурга остающиеся же поступают в КГУ на экономический факультет юридический факультет отдавая дань моде романо-германский факультет чтобы получить знания английского немецкого языка на восточный факультет чтобы получить знания китайского языка даже как я шучу лучше люди идут в строительство потому что там надо изучать издавать сопромат сопротивление материалов там надо считать по сложным формулам а оставшиеся вот поступают на исторический факультет считая ну что там учиться прочитал пару книжек рассказал какую-то ерундовую историю и все но вот эти люди потом идут работать в школу передают свои так сказать знания детям у которых от таких учителей от посмотра различного рода роликов в ютубе образуется вообще страшнейшая каша в голове ну желающим могу порекомендовать например посчитать комментарий под любым из моих роликов посмотреть подумать там вот наглядно люди представляющие доготизм высказывают опустим там ругательство которое они отпускают в мой адрес да это просто показывает общий уровень культуры того человека который позволяет себе скрываясь под каким-то ником оскорблять другого человека просто посмотреть на их аргументацию когда истории из фолькс-хистори замешиваются на различных исторических событиях притом эти исторические события самым странным образом перемешиваются переставляются во времени они хотя относятся к какому-то одному историческому событию но хронологически если они протекали один, два, три, четыре то в сознании этих людей там например четвертое событие следует сразу за вторым хотя сохранилось огромное количество документов материалов которые позволяют разложить протекание того или иного исторического события именно вот в такой хронологической последовательности однако представителям вот этого штыгатизма это не нужно у них свое видение истории которое они считают правильно все остальные же для них недоумки которые ничего не знают ну дальше уже исследуют просто какие-то оскорбления поэтому все вот это меня сильно печалит пугает потому что все больше и больше в двадцать первом веке к сожалению мы скатываемся в мрак средневековья и не средневековья эпохи возрождения когда величайшие умы стали интересоваться периодом античности пытаться донести знания древних до широких масс населения а именно в раннее мрачное средневековье когда пылали костры инквизиции когда любое мнение шедшее на просветление людей вызывало негативную реакцию со стороны окружения и приводило это все к самым печальным последствиям вот мрак нового средневековья все больше и больше окутывает нас при этом мрак не снова повторюсь технологическом отношении компьютеры микроволновки там холодильники электричество автомобили все это позволяет судить что мы живем в веке двадцать первом а осознание массовое людей все больше и больше скатывается в эпоху мрачного средневековья думайте читайте документы читайте первоисточники еще раз думайте смотрите на этот мир улыбайтесь смотрите мой канал подписывайтесь ставьте лайки пока еще с вами Арлтан Басхаев